Всем привет, мои дорогие! Я хотела бы сегодня с вами открыть интересные парфюмы. И первый парфюм это Амуаж Opus 7 Reckless Leather. Уже переизданное издание. Мне, конечно, хотелось его получить в чёрном флакончике, но была хорошая акция, и я решила всё-таки приобрести именно вот этот новый Амуаж, потому что тестила я уже также именно новый Амуаж. Так, и давайте его посмотрим с вами, каким он будет. Открываем. Здесь у нас парфюмер Альберто Мурилес и Пьер Негрин. Прежде всего, этот парфюм Opus 4 для меня, да, мне показалось, что это кожаный аромат. По нотам здесь и Гальбанум, Пажетник, Кардамон, Мускатный орех, Розовый перец. Так, вот он, эту коробочку. Вообще, конечно, мне кажется, вот раньше, давай вот эти чёрные, да, опусы в чёрном, в чёрном флакончике, он был всё-таки интереснее, да, выглядел. Но рады тому, что есть. Вот, наш появляется опус седьмой. Интересно, да, почему именно его выбрали? Переиздать оно, например, не опус шестой, да, или не опус четвёртый. Но опус четвёртый, он, да, своеобразный, я думаю, он не стал так много кому нравиться. Не знаю, я помню, я помню его тестила, по-моему, в феврале. Это был февраль? Или март? Мне он так понравился. Я даже сама, как продавщица, на меня так смотрела, вы знаете, с таким вытаращенными глазами в магазине. Ой, что вы вроде бы делаете, да? Это же мужская версия. Или больше мужской вариант. Мне очень он приятен. Для меня он стопроцентно лесной аромат. Есть заявлен лут в средних нотах, кожа серого амбра, абраксан. Кстати, есть амбраксан, значит, будет долго звучать. Пачули. И в базовых нотах на гармота, алибанум, сандал, костус и мускус. Он какой-то, я не знаю, он такой, вы знаете, как будто травное лесное зелье какое-то, да? Вот немножечко напоминает о чаще леса. Вот когда мы с вами идём гулять в лес и куда-то в какую-то чащобу забираемся, там много веток, вы знаете, такая темнота лесная, беспросветная, когда даже вот нет света в лесу. Он такой о тёмном, густом лесе. Почему-то у меня представляется какая-то деревянная избушка в лесу. И там, может быть, какой-то знахарь варят снадобья из трав, чтобы лечить людей. Вот про него я читала отзывы, что как будто это что-то злое, я в нём не чувствую злого. Я просто в нём, что серьёзный, да, он серьёзный. По настроению серьёзный. Такой очень природный, кожаный. Нет для меня в нём ничего отвратного. Я смотрела отзывы, кому-то он бы казался слишком горьким. Мне нравится этот аромат. Мне в нём реально приятно. Он, вы знаете, у меня был ещё один аромат. Такой природный, именно весенний, когда его хочется именно весной использовать. И это Бальман Ван Верд, зелёный ветер. Я помню, я его на себя нанесла, и у меня сразу же я перенеслась куда-то в лес, но там более светлый лес. Такой именно весенний, ощущение одуванчиков там есть. И всего-всего-всего-всего. Зелёного, вот этой коры деревьев, влажной. А в этом парфюме такой более тёмный лес без света. Как же мне на него нравится горечь. Я обожаю такие горькие ароматы. Но не слишком горькие, очень приятно горькие, да, где хороший баланс горечи выдержан. Если бы сейчас на мне не было другого аромата, я бы его сейчас сразу на себя нанесла. Мне кажется, он именно весной хорошо как-то гармонирует с весенней природой. Пишите мне, как всегда, ваши любимые опусы. Это моя сейчас излюбленная тема. Я занимаюсь их исследованием. Вы знаете, таким вот выбираю себе своих самых-самых из самых-самых фаворитов, которые вот из этой линейки, вы знаете, когда должны со мной быть всегда. И этот парфюм мне также один мой зритель, Артём, посоветовал. Вот видите, Артём, я его приобрела очень классный. Спасибо большое. Конечно, бы хотел его получить лучше в чёрном флаконе. Но, в принципе, и этот мне не помешает. Когда, если есть хорошее предложение, да, зачем отказываться? При нашем огромном, да, листе. Хотела, желаний. Отличный, просто отличный аромат. Второй парфюм – это Дусита La Rhapsody Noir. Чёрная рапсодия. Этот парфюм – новинка. Он появился, по-моему, в 2022 году. Он вышел. Относится к группе восточных фужерных. И у меня есть уже парфюмы, которые отдалённо его напоминают. И это, знаете, какие парфюмы? Сейчас скажу вам. Лаванда Экстрим. Томфордовская лаванда. Лаванда, да. Так что у нас ещё было? По-моему, Кофе Брейк. Да, Кофе Брейк. Мальсон Марджелла. И также они все, все эти два парфюма, в свою очередь, они также напоминают старый парфюм из Роша. По-моему, Роша. Я забыла сейчас, как он называется. Такой остренький, вытянутый флакончик. О лаванде также он. Так, и о сладости. О сладкой такой лаванде. А этот парфюм, у меня был пробничек. Внезапно просто я получила пробничек с какими-то другими, да, покупками. И всё, я в него влюбилась. Помню, нанесла его на себя. Я здесь читаю просто стихи. Монтрим Мувиджане, папы Дуситы. Они такие всегда ёмкие, но в то же время очень насыщенные. Вот, я танцую к, наверное, бессознательному в каждом человеческом существе. Вот так интересно. Ну, получилось, кстати, у этого парфюма куда-то проникнуть в такие вот в глубины. И он для меня о чём? Этот парфюм, он очень сильно для меня о каком-то уюте, да. Вот мне почему его захотелось, потому что он очень уютный. Давайте его сейчас обновим. Вот это зелень, пронзительная зелень, лесная, но нет хвои здесь. Вот я вам сказала леса, реклос леса, но здесь в нём нет хвоя. Есть, да, ощущение веток, травы, кожа. Может быть, слегка что-то ладанное. Такой он классный. и давайте сейчас посмотрим чёрную рапсодию. Он сладкий аромат. Есть и кофе заявленный, бобы тонко, и ваниль. Также, по-моему, есть ром или коньяк. Сейчас мы с вами посмотрим. Ром или коньяк. Коньяк или ром. Лаванда. Ром. Ром, мои дорогие. В верхних нотах даже есть мимоза. Лаванда, шалфей, дрог, мимоза. В верхних нотах жасмин. В средних нотах табак, кофе, ром. И в базовых нотах вот эта вся сладость в перемешку с зелёными нотами, такими как пачули, дубовый мох, ветивер. Также есть древесность от сандала и дуба. такой он уютный, мне так в нём комфортно. Да, есть вот у меня кофе-брейк, как я вам сказала, мы зовем Марджелла, но там иногда появляется такой барбершоп от барбершопа, да, вайп, такое настроение слегка бритвенных аксессуаров, может быть, пена для бритья, да, вот им как будто ощущаете её. Здесь же нет этого. Здесь мне именно нравится его красивое сочетание травности лаванды и мускатного шалфея с кофейностью и с такой приятной, очень ненавязчивой сладостью, вот этой кумариновостью от бобов тонко. Очень уютный, но он восточно-фужерный, но он сладкий, мои дорогие, да, сладкий, но мне он нравится, мне очень редко нравятся сладкие ароматы. Мне кажется, он очень красиво на мужчинах также будет звучать, но и мне самой захотелось им пользоваться, это бывает супер редко, очень редко. Так, следующий парфюм, следующий парфюм, мои дорогие, тадам, это лос, лос черри, уже хотела сказать, лос черри, нет, это черри смок Том Форд, Том Форд, я когда увидела, сообщение о том, что выходит новый парфюм о Том Форде, естественно, я заинтересовалась, так и все отслеживаю все новинки Том Форда. И я увидела смок, сразу как я испугалась, думаю, ну неужели будет что-то такое слишком сильно ладанное, воскорное, потому что я слишком сильно, не знаю, какие может быть, сильно выраженный, копченый аромат, я их не очень люблю. А этот парфюм, я заказала себе пробничек, и мне так он понравился, потом я его потестила, сразу же, такая кисленькая, кисло-сладкая вишенка без излишней перечности, без излишней пряности. Что у нас здесь? Вишня в верхних нотах, шафран, затем кожа, оливка, китайский османтус, абрикос. Вот я думаю, может быть, вот этот абрикос и османтус меня так сильно подкупили. Мне понравилось именно звучание этого аромата не только в верхних нотах, когда мы отчетливо слышим вишню, потому что здесь вишня, она в верхних нотах, в средних так еще угадывается, затем же вишня где-то совсем-совсем издалека становится, все приобретает очень красивое какое-то ладанное звучание. Здесь дым заявленный на гармота, ладанное даже зеленое для меня. Дымное, очень вкусное. И помню, я вот этот пробничек получила, я его затестила, подумала, ой, какой приятный аромат, почему же его ругают? Мне он так понравился. Затем я его разнашила, думала, ой, потом он как-то меняется, становится всяким серьезным, как будто даже, знаете, куда-то уходит такое кожано-ладано-тяжелое направление. Я подумала, ой, ну, точно мне не нужно, все, и успокоилась. Потом опять мне внезапно попался этот пробник на глаза, я его еще раз потестила, но и здесь просто я влюбилась в него. Я в него влюбилась, он какой-то стал для меня, как привязал меня к себе, вы знаете, как околдовал, мне хотелось его понять, потом я заказала еще пробничек, и, естественно, я его использовала просто за три дня. Вот так, про между прочим, и мне просто в нем комфортно было. И вот так вот так появился наш красавчик. А этот черный рапсодия, он нас так приятно благоухает, вот именно и чем-то аптечным, от мускатного шалфея, травным, и в то же время сладость приятная от бобов тонко и кофе. При этом еще алкогольность, ну просто чудесный аромат. И вот этот вот черри смок мне он понадобился, потому что все-таки вишня здесь такая кокетливая, а мне очень нравится это позитивное, такое легкое настроение, какое бывает от вишневых ароматов, очень какое-то девическое настроение, хотя мне кажется, вот именно этот парфюм отлично смогут использовать мужчины, потому что он очень так изысканно звучит, мне очень он понравился. И последний парфюм это Christian Dior, Dior Amour. Это просто отвратительно, потому что Dior Amour, вернее, не Dior Amour, Dior Amour чудесный парфюм, отвратительно то, что Christian Dior опять поднял цены. Я не знаю, сколько это можно, сколько это будет продолжаться, сколько это можно поднимать и все цены. Просто вот иногда приходишь, смотришь, ага, опять цены подняли. Во всяком случае, у нас еще не подняли цены на Chanel, но мне почему-то кажется, что Chanel тоже начнут скоро их поднимать. И вообще, мне страшно подумать, если Amour начнут еще поднимать цены их высокие, да, вот сколько у нас стоят они 325 евро обычная линейка да, амуажей в магазине, если без всяких скидок, да, без различных акций. Вот посмотрите, если они еще до 400 поднимут, это будет просто вообще ужасно. Dior Amour, Dior Amour это легчайший парфюм, который я оценила только по прошествии времени, и он принадлежит авторству Франсуа де Маше, парфюм, по-моему, 2018 или 2017 года, по-моему, 2018 вот помните, когда еще была переформулировка, очень много появилось таких легчайших парфюмов в линейке Maison Christian Dior такого азиатского направления, которое было рассчитано именно на азиатский рынок, ненавязчивый, легчайший, никакой не давящий, здесь он о ирисе, жасмине и пудровых нотах, для меня он реально пудровый аромат, он такой легкий, но в то же время давайте надо подальше, на этой руке у меня была рекласс леза, я думаю, он все-таки перебьет Диор Амур, сто процентов перебьет, давайте вот сюда нанесем, так, так, интересно, я сейчас, вы знаете, распылила Диор Амур, он у меня попал на упаковку от Рапсодей Нуар, потом вытрем, ничего страшного, но, вы знаете, такой прикол, раньше у нас амуажи, например, стояли во всех магазинах спокойно, можно было тестить, сейчас у них появилась, по-моему, поменялась дистрибуция, вот здесь, в Германии, и они, у них теперь новые корнеры, они выглядят так по-особенному, похожи, одинаково во всех точках продаж, наверное, в России, я думаю, то же самое, и сейчас консультанты постоянно говорят, я просто наблюдала со стороны, чтобы, пожалуйста, вот вы тестите подальше, чтобы вот не попадалось сюда на наш прилавок, а то вот останутся жирные пятна, вы знаете, это сразу звучит как-то не по-амуажевски, это моё вам такое заключение, моё наблюдение, ладно, перейдём с вами к Диор Амур, скажите мне, кстати, ваши мысли, малые, может быть, вы также такую картину уже наблюдали, про вот это распыление и о том, что там пятна останутся, как-то смешно, так, Диор Амур, это легчайший парфюм о ирисовой пудре и чистоте, он очень комфортный, прохладный, совершенно не тёплый, совершенно не сладкий, как я его долго хотела, вы знаете, я помню всё, когда я себе приобретала давным-давно, помните, наверное, три, даже три с половиной года назад, почти четыре, наверное, уже, когда, помните, я приобретала Баль, Грамбаль, вот, Диор Амур, также, в этом уголочке своём вам снимала это видео, кому интересно, посмотрите, я просто кайфовала от этого парфюма и помню, мне продавщица или консультант, она посоветовала, говорит, присмотрите, вот к этому парфюму он очень приятный, но на тот момент я его вообще не обоняла, понимаете, я наносила, да, что-то вот одно мгновение приятно и всё, я забывала о нём. Сейчас же, вот, наверное, тот мускус, какой здесь используется, он сейчас так классно со мной, со мной работает, вот именно, скажем, работает, потому что я, он мне, мне настолько поднимает настроение своей чистотой, таким очень-очень женственным звучанием, но, вот, я говорю, женственное звучание, мужчины, которые любят Ирис, обязательно к нему присмотритесь, я думаю, он на мужчинах будет чудесно звучать. Вот, кто не любит навязчивые ароматы, не любит, например, много уда, кожи, что я ещё, могла бы я сказать, например, ванили, или много амбры, а что-то хочется вам такой ненавязчивое, но при этом стильное, присмотритесь к Диор Амур, потому что Ирис здесь очень такой приятно, пудрово, вот именно цветок Ириса, цветковый, и при этом очень чистое звучание, да, вот, просто реально у меня ассоциируется с белым цветом и с ухоженностью, он очень ухоженный. Ну вот, мои дорогие, на сегодня всё, моя душа рада, спокойно, кошелёк не очень, но такое бывает, но буду радоваться, да, и благоухать, радоваться, и питаться, только дышать ароматами, ну, это шутка, мои дорогие. На сегодня всё, всего вам самого хорошего и до скорых встреч!